Субтитры подогнал «Симон» Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы вновь с вами в прямом эфире передачи «Беседы с батюшкой». У нас, как всегда, воскресный вечер в гостях, протерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, Александр. И о чём же мы будем беседовать в этот добрый вечер? Батюшка, ну, разные темы нам задают наши вопрошающие. Вот одна из них. Игорь из Ставрополя. Батюшка, очень хотелось бы услышать ваше личное мнение по поводу активно происходящего сегодня процесса дробления епархии в нашей Церкви и создания митрополий. Не содействует ли данный процесс ослаблению, скорее, нежели укреплению позиций Церкви? Ведь всякое разделение и дробление ведёт к разрозненности потери сильного влиятельного центра. А не способствует ли ослаблению армии, когда увеличивается количество дивизий? И не способствует ли ослаблению Церкви увеличению количества храмов? А не способствует ли ослаблению Церкви, когда храмы эти появляются в тех местах, где уже 80 лет храма не было? Поэтому как-то это очень странно. Вопрос о увеличении количества епархий, он стоял перед нашей Церквей и сто лет назад, и раньше. И не потерял своей актуальности и до сих пор. Потому что епископ в переводе на русский язык с греческого значит «наблюдатель». Как он может наблюдать за церковной жизнью, если ему из конца в конец епархии нужно ехать там 3000 километров? Это, так сказать, трудности вообще представить. И откуда брать просто деньги на эти переезды? С приходов? И так далее, и так далее. Поэтому... И еще, отвечу еще одним вопросом. Неужели, вот, святейший патриарх, святейший сенот, архиерейский собор каким-то образом заинтересованы в ослаблении Церкви? Такой вопрос. Потом еще можно задать вопрос, что... Вообще, что такое ослабление Церкви? Это интересно так вообще. Ну, а после этого последний вопрос. А что такое Церковь? И вообще, чем она сильна? Это, наверное, был первый бы вопрос. Ну, я так... Ну, пока соображал, что отвечать. Потому что вот почему-то всегда вот у человека, задающего вопрос, презумпция того, что он как бы прав, а другие люди, ну, помягче скажем, не правы. Ошибается. И так относятся даже к Священному Писанию. А вот написано. Разве так может быть? Ну, да. Он думает, он первый вообще за две тысячи лет. А если Ветхого Завета касается, то за тридцать с половиной тысячи лет вообще читает Священное Писание. И вот прям его осенило. А там все, вплоть до Иоанна Златоуства, который вообще наизусть знал Ветхий Завет, вообще ничего никогда не видели. Вот такой подход, он, конечно, ну, по-своему, очень мил, но как-то уж очень наивен. Павел, надеюсь, что человек вопрошает именно от недоумения и, может быть, от малознания. Ну, недоумение, ведь Святейший Патриарх многократно это изъяснял. И в своей манере он это делает. Когда делает понятным вообще каждое слово. Логика вообще безукоризненная. И композиция его выступлений она такова, что кажется, что он вообще читает крупными буквами. Вообще непонятно, как можно так быть таким ритором. Это, по-моему, ну, вот достичь этого как-то, какими-то тренировками просто невозможно, говорю, как специалист, который занимается тем же самым больше 30 лет. И опять. поэтому, когда существует материал, ну, можно всегда отправить к первоисточнику. Вот. вот, поэтому тут даже, ну, не может быть никакой речи. Это от этого исключительно польза. с другой стороны, как ее воспринимать. Потому что если у нас задача это проповедовать Слово Божие как можно большему количеству людей, тогда надо, конечно, расширять количество епархий, безусловно. И я, например, очень рад, что это делается очень быстро. и видны просто плоды этого. Это заставляет сама, сами эти обстоятельства понуждают всех, ну, активней включаться в эту жизнь. Не спать, а действовать. Ну, действительно, когда епископ имеет возможность посетить приход не один раз в год, а... Вот, да, один раз в год это шикарно. Ну, вот представь себе, наша московская епархия, ну, я имею в виду областная, полторы тысячи приходов, или больше даже, я думаю, 1600 есть, но это вот Владыка Виналий больше знает, и, ну, как один архиерей может посетить в год? Нереально. Поэтому у него есть и векарии, которые посещают, ну, чтобы наблюдать за процессом и, ну, действительно, им управлять, ежегодное посещение, ну, это самый минимум, миниморум, который только вообще возможно. Но это должен архиерей ездить, а лучше сказать, носиться, как белка в колесе. это вообще нереально. Поэтому дробление епархии, это благо. И в каждой стране, вот, Греция, там архиерей, по-моему, 70 человек, если не больше. Вот, а вся Греция, народу в ней чуть поменьше, чем в Москве. и никто вообще не говорит, что-то вас так много, все, вдвоем не можете. Один, а эти кто, в отпуск пошел второй, два архиереи. А там еще часть приходов управляется вселенским патриархом. Вот, и тем не менее, епархии очень древние, должно быть город архиерей, город архиерей. Так было в древности. Спасибо, батюшка, у нас есть вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, Константин Грэм. Отец Дмитрий, ваше мнение в отношении толкования Евангелия Гладкова и библейской истории Верхового и Нового Завета Лопухина. Как вы скажете, стоит ли ознакавливаться с этими произведениями? Спасибо. Я считаю, что любые толкования, потому что они всегда предприняты человеком, который любит Писание, они полезны. Я Гладкова всего не читал, но отдельное толкование обращался к ним, когда меня не совсем устраивало то, что я находил в других толкованиях. И в отдельных случаях, уже сейчас не смогу вам сказать, потому что это было однажды, это мне помогало. Вот, поэтому знать этот труд, мне кажется, ничего в этом плохого нет. Толкование же, толковая библия Лопухина, это вообще такой научный труд, очень полезный. И он практически, я не знаю там на сколько процентов, он не устарел и для наших дней, потому что там свод толкований святых отцов очень нам нужный. Поэтому, я думаю, это такое классическое произведение, которым люди, интересующиеся писанием, как вот таким объектом изучения будут пользоваться еще не одну сотню лет. А вот библейская история Лопухина, можно ли эту книжку именно взять для начала, не читая пока Ветхого Завета, потому что в ней, мне кажется, очень хорошо собраны именно основные моменты истории Ветхозаветной. Опять же, целиком я эту книгу не читал. смотря для какой цели. Для человека уже зрелого и, так сказать, углубленного в текст. Ну, это не имеет смысла. Нет, все равно имеет смысл. Для человека совсем начального сложновато. Вот, для современного человека. Поэтому тут надо вот смотреть, как пойдет. У нас есть вопрос, Борисович. Алло, слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Я бы хотела узнать, что такое тайное единие? Тайное единие, это когда человек что-то ест в одиночку, старается делать так, чтобы другие не видели, потому что этого, того, что он ест, мало, или это очень вкусно. Делиться не хочет делиться. Вот это вообще-то для христианина неприлично. Это скорее детям свойственно, когда что-то мало. Да. А ведь точно попросят сейчас в уголочке скромненько. Ребёнок всё время врёт. Объясняем, убеждаем, наказываем. Не помогает. В чём причина детского вранья? Как можно изменить ситуацию? Скорее всего, на него сильно кричат. И он, чтобы себя защитить, вместо того, что было, придумывает ситуацию, в которой ясно, что он вообще, ну, просто как ангел. Но вот часто бывает, что и не кричат, и наоборот просят. Давай по-хорошему, давай честно, никто тебя наказывать не будет. Это вот то, как ты сказал, и что-то сказал, уже свидетельствует о том, что уже этот какой-то шаг был сделан. Уже много раз его укоряли и так далее. То есть это уже совершена педагогическая ошибка? ошибка уже утвердившаяся. Тут нужно уже такая работа длительная. Вот как раз чем можно изменить эту ситуацию? Каким образом можно вот ее повернуть вспять? Ну, здесь гораздо эффективнее. Во-первых, можно обратиться к психологу. есть такие игровые композиции, где вот эти вещи они обозначаются и сживаются. Вот. А может еще помочь диалог, допустим, между папой и мамой об этом. в присутствии ребенка, но играя в такую игру, что как будто папа и мама его не замечают. Знаешь, вот мама говорит, ты знаешь, меня беспокоит, что вот он все время врет. Начинает обсуждать, ну, что, во-первых, все равно все вскрывается, то есть он врет зря. Мы огорчаемся, у нас портятся отношения. То есть характер становится лживым, он будет неприятен людям, ему трудно будет жить. И вот это вот обсуждать, что посоветовать? Ты вот, тебя дома меньше бывает, вот, как бы сказал, может быть, ты с ним поговорил. Вот как-то так. А потом через некоторое время, ты знаешь, санок, садись, сделав паузу. Вот мама мне попросила, чтобы я с тобой поговорил. Ты случайно не знаешь на какую-то тему? На что ты по этому поводу скажешь? И вот если вот так, то вот это страх перед вот этим, что будут ругать, вот, он может потихонечку уйти. Ну и, конечно, когда ребенок ну вот старается и исправляется, то нужно обязательно поощрять. то есть поддерживать его такое стремление. Ну дай Бог им помощи. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Вас беспокоит Нижний Новгород, Ирина. Будьте любезны, разъясните вот такую ситуацию, тяжелую довольно-таки. Молодой человек уехал в командировку в другой город и там погиб. Нашли его в петле, сделанной собственного ремня и стояла на коленях. Сейчас ведется следствие, рассматриваются две версии самоубийства и убийства. И вот в связи с этим у меня такой вопрос. Как сейчас за него можно молиться помимо домашней молитвы? Возможно ли в церкви подавать записи или до окончания следствия надо ждать? На келейной молитве можно. А вот по поводу церковного надо ждать завершения следствия. Я бы вот так посоветовал, чтобы уже церковное правило не нарушать. А если парень был склонен к каким-то душевным заболеваниям, может быть, даже на учете не состоял, но как-то за ним это водилось. Тогда можно и в церковь поминать, потому что такой человек считается невменяемым. То есть, ему не вменяется в вину то, что он совершил, потому что это под давлением того заболевания, которое привело его к этому шагу. Батюшка, мне такой вопрос задали множество детей, сейчас эта тема широко обсуждается, погибли в Америке усыновленных из России, и хотелось бы за них молиться. Вот тоже спрашивают, кроме домашней молитвы, возможно ли поминовение их запроскомедии, но мы не знаем, все ли они были крещены, и вот как в этой ситуации поступать. А мы же молимся о них, не зная их имен, поэтому мы можем за них молиться, и на литургии тоже, мы же поминаем всех погибших в городе Крымске вместе. То есть здесь уже мы просто молимся о тех, кто потерпел такую смерть. Это вполне уместно. Спасибо. У нас есть вопрос? Алло, здравствуйте, слушаем вас. Отец Дмитрий Бачка, это Торопец, Сверская губерния. Вот обедня у нас это литургия. А обедница это что у нас и из чего состоит? Как оно служба? Обедница это служба, которая совершается, когда невозможно совершить божественную литургию. Там используют песнопения, антифоны, песнопения литургии без эфористического канона. И на обеднице, ну, понятное дело, не причащают людей, потому что не совершается эфористия. А в каких случаях она служится? Вот что значит нет возможности? То есть это когда нет престола? Или нет престола, нет антиминца, нет благословения на совершение литургии. Вот. А люди хотят помолиться и отметить молитвы то событие, что они все собрались. А я слушаю, вечернюю, утреннюю обедницу. Получается, ну, почти полный круг богослужения. Ну, конечно, надо понимать, что обедница это такое позднее образование, и она как бы существует ну, некоторым образом отдельно от всего круга богослужения. И вот она служится вместо. Вот. Понятное дело не заменяя. Ну, вот, например, можно применять обедницу, когда мы служим в воинских коллективах. Вот. Приехал священник с запасными дарами, и перед ним там батальон солдат. Он может не читать последования о том, как причастить больного, а совершить утреннюю, совершить обедницу, и поисповедовать их, и причастить святых Христовых тайн. Спасибо, батюшка. У нас есть вопрос. Алло, слушаем вас. Алло. Да, пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Владимир, что образ беспокоит. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, у меня бабушку я захоронила. И через некоторое время, ну, отпели мы ее, все как положено, я оказываю ее за упокой, в печки, как бы, в церковь схожу, вспоминаем ее. Друг узнаю, родственник говорит, что она была староверкой. И я даже об этом, ну, как бы, и не знала. Вот что мне делать? Можно ли ей вечный помин заказать в печке? И еще, батюшка, пожалуйста, несколько, два месяца назад у меня умер сын. Стараюсь за псалты. Держусь за псалты только. Помогите мне, объясните, как читать правильно славу о здравии. Спасибо. Если человек умер, то читают о упокоении его души, а не о здравии. И там в псалтире есть порядок чтения. Но даже если вы просто будете читать псалмы, а потом молитву, которая расположена после славы, то этого вполне достаточно. Ваш первый вопрос был бабушка-староверка. Да. Ну, понятно, что вернуть назад эти события нельзя. Но понятно, что людей, не принадлежащих православной церкви, мы на проскомидии не поминаем. Но во время молитвы о упокоении, даже в храме, когда идет, мы можем мысленно поминать и свою бабулю. В этом нет никакого греха. староверы это все равно получается инославные, которых мы не поминаем. Ну, конечно, они отличаются. Это совершенно другое религиозное общество, хотя они, конечно, нам близки и просто родные, так сказать, люди. Но все-таки очень серьезное отличие, которые делают это невозможно. Потому что старобрядец человек, он же при жизни церковь нашу, он никак не признает. И в нее тогда не ходит. Но и нелепо, если после этого мы его поминаем. Это его выбор. Он выбрал? Ну да, он так решил. конечно. А тут даже какое-то насилие получается. Ну вот хочется оставшимся как-то его поминать. Я это очень понимаю, но у нас же есть даже молитвы отошедших в мир иной инославных. Можно молиться и о лютеранах, и о баптистах. Сейчас это все есть, это все создано. Это все можно найти и этим пользоваться. Церковь идет навстречу, понимая, что разные бывают такие ситуации. Но есть вещи и невозможные. Вся семья были крещены, а один паренек уперся и не стал. а потом разбился на мотоцикле. Что нам теперь делать? Он же уперся, он сам стал. Ну, как человек, который не крещён, можно упоминать про скамей. Это просто как невозможные вещи. Ну, как крестить усопшего? Нельзя же? Человек упирался всю жизнь, а потом уже такая болезнь, что он потерял ориентацию и уже не реагирует ни на что. И вот приходит и говорит, а давайте мы его сейчас покрестим. Он теперь не упирается. Ну, так можно и прийти в какое-то другое собрание, например, к кришнаитам, встать на балконе и сказать, крещаются рабы Божьи и все, кто здесь есть, во имя Отца аминь и Сына аминь и Сына аминь и пойти домой, сесть в метро и поехать. И вот они все окажутся крещенными, что ли? Да, странная ситуация. Ну, это фантастика. У нас есть вопрос, батюшка? Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Мы здесь, вас слушаем очень внимательно. Здравствуйте. У меня два вопроса. Это поселок Великотворье, Владимирская область. Меня интересует такой вопрос. Скажите, пожалуйста, цель когда-нибудь будет ставить вопрос о возвращении старого нового года, чтобы вначале страна разновала Рождество, как на Западе, я имею в виду. У меня же вначале Рождество казнулся, а потом только Новый год. Может быть перенесение опять старого Нового года в свое русло нужно вернуть. Или второй еще вопрос. Скажите, с Великой когда-нибудь будет ставиться вопрос о том, чтобы канонизировать патриарха Никона? про Святейшего Никона не знаю. Это пока этот вопрос не ставился, но я этому очень лично сочувствую этой идее. Если бы от меня что-нибудь зависело, то я бы обязательно для этого потрудился. Ну, я одно житие издал, как это вот, но еще давно, древнее такое патриарха Никона, вот, именно, ну, памятник такой древней письменности, как бы вот руководимый такой же идеей. по поводу календаря, я думаю, такой вопрос в церкви не будет ставиться перед государством, потому что оно, уже все-таки весь народ, он привык к другому календарю. А потом, вот, для меня лично совершенно все равно, когда до Нового года, после Нового года, такого гражданского праздновать Рождество, и это совершенно не важно. А потом, ну, я вообще даже сегодня какое число? 30-е. Ну, вот, до того, как мне отец Александр сказал, я даже не знал, какое сегодня число. вот, поэтому для меня, вот, я отношусь к тем людям, про которых апостол Павел сказал, не наблюдают вот, ну, время. Для некоторых людей очень важно, и они очень хорошо помнят все даты. Для меня это совершенно невозможная вещь. Вот, поэтому так вот сложилось, как будет напоминанием нам о большевиках, которые первым делом изменили календарь. Это был такой определенный удар, конечно, по церкви. Вот, а потом уже стали реформу русского языка проводить, уничтожили все церковно-славянские шрифты. Раньше в типографиях используют шрифты такие свинцовые. они все по всей стране были расплавлены, чтобы никому в голову не пришло по церковно-славянски вновь печатать книги. Вот, таких шрифтов до сих пор нет, и только уже стали восстанавливать печатание по-славянски только световым способом, а не как вот таких типографских шрифтов. Такая была ненависть к церкви и к церковным книгам, что уничтожено было все. Вот, и сейчас уже народ у любого спросит, когда Рождество, никто не скажет, что Рождество 25-го. Мы всегда 25-го Рождество празднули, но по юлианскому календарю, а у всех уже в голове твердо сидит, что 7-го в январе. Хочется перенести, чтобы не было соблазна тем, кто все-таки соблюдает пост, его нарушить. Потому что для многих это действительно проблема. Семейный праздник и в то же время пост. Ну, понимаешь, какое дело? Это проблема. Но эта проблема настолько смешная, что поднимать вопрос государственного значения ради такой смешной проблемы, по-моему, даже как-то неудобно. Хочешь пастись, потрудись? Ну, да, потом уже никто не заставляет так сказать обязательно петарды зажигать, там свинину есть. Тех, кому уж непременно надо, то, пожалуйста, 14 января на обрезание Господня великий праздник разговесия память Василия Великого замечательная. Ничего тут не требуется. У нас вопрос из Свердловской области. Алло, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Что скажете? Прошу благословить, во-первых, батюшка, во-вторых, такой вопрос, прошу очень ответить. Ваше отношение к сообществу анонимных алкоголиков, я слышал, что православные отчасти в контакте находятся с этим сообществом. я не думаю, что это сообщество с ним можно находиться в контакте, потому что централизованные структуры анонимных алкоголиков, насколько мне известно, не существует, а церковь все-таки это иерархическая структура. Поэтому с какими-то отдельными группами, которые занимаются с анонимными алкоголиками, конечно, есть. У меня есть очень хороший знакомый, который сам по образованию психолог, и он всю жизнь занимается помощью наркоманам и алкоголикам. У него есть такая группа анонимных алкоголиков, вот с ними ВКонтакте, а я с ним. Поэтому в этом смысле можем сказать, что мы ВКонтакте. Вот я знаю, при нашем московском Данилово монастыре существует такая похожая группа. Поэтому внутри церкви есть даже ряд священников, которые по образованию наркологи, по своему первому образованию нечто подобное тоже у себя устраивают на приходе для помощи людям больным этим заболеванием. Поэтому те технологии пошаговые, которые используются при помощи наркоманам и алкоголикам, они также церковью, кто хотел, изучены и совместные есть программы и действия для того, чтобы помогать тем из болящих, которые решились все-таки как-то выздороветь от этого недуга. То есть это действительно помощь тем, кто хочет, тем, кто признает себя болящим? Да, а тот, кто не признает это исцеление, невозможно. Потому что это вечная проблема, когда родственники приходят и говорят, помогите их чем-нибудь, сын, дочь, внук, запили. Ну да. Как можно его из этой... Ну вот только должен человек сам захотеть, а тогда уже его направить к специалистам, которые занимаются. Тогда можно помочь. У нас есть вопрос, Балашиха. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, отец Дмитрий и отец Александр. Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот если человек, например, делает какие-то добрые дела от сердца, терпит недостатки ближних, то он тем самым служит Богу, потому что Богу это угодно. Расскажите, пожалуйста, чем служение священника угодно Богу? Вот как бы это же формальность, церковная служба в церкви. Вы меня простите, если я что-то не так говорю, вот, и каким образом Богу нужно вот это священническое служение? Ну, пожалуйста. Священник, у него есть три функции очень важные. В этом смысле каждый священник, он по преимуществу продолжает дело Христа на земле. Поэтому у нас такая древняя возникла мода, что мы даже по внешнему виду стараемся быть похожими на Христа. Мы носим одежду, похожую на ту, которую он носил. А мы отпускаем бороду, потому что он ходил в бороде. У нас, как правило, длинные волосы, так как он Христос носил. То есть вот в чем составляется, из чего составляется наше служение? Ну, во-первых, Господь, он проповедовал Евангелие. Священник тоже, одной из его важнейших обязанностей является проповедь Евангелия. Поэтому священник, он должен быть евангельски образованным человеком. И он уже, во-первых, должен быть апостолом, миссионером и изъяснителем священного писания. Второе, священник совершает таинства, которые заповедовал Христос совершать своим апостолом. И самые два главных таинства это евхаристия. То есть священник возглавляет ту литургию, которая служит христиане, и за которой причащаются христиане святых христовых тайн. Миряне без священника, они не могут ее совершить. Поэтому если нет священника, нет и церкви. и та же крещение. Чтобы стать членом церкви, нужно принять святое крещение. Если человек был когда-то крещеный, а потом отпал от церкви, то есть он может соединиться в церковь только через таинство покаяния. Опять нужен священник. Потому что священник может вязать и решить грехи человека. священник тут совершенно необходим. А также священник он должен быть для своей паства, а паства являются все крещеные люди, он должен быть образом. То есть его семья. Поэтому у священников как правило семьи большие. у священника бывает одна жена. И священник учит своим примером и помощи ближнему, и вот то, что называется социальной такой деятельностью. Он как бы так он должен быть. Это не всегда, к сожалению, так бывает. но по замыслу Божьим он должен быть таким эталоном для всех остальных. Вот и многие приходят именно ко Христу именно через священника, либо через его слово, либо через его пример. Поэтому роль священника она собственно очень такая важная. Поэтому большевики, которые хотели уничтожить церковь, они взрывали не только храмы, не только уничтожали все церковные книги и иконы, они поставили свою целью физически истребить всех священников. Им, конечно, это не удалось какое-то количество, осталось и епископов тоже. И благодаря этому епископа посвятили опять новых священников из тех мирян, которые не убоялись стать священниками и опять церковь возродилась. Спасибо, батюшка, очень такой понятный, мне кажется, ответ. У нас есть вопрос. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшки, у меня вот такой вопрос. Как вы относитесь к учению домостроя как основе создания семьи и поддержания семейного порядка? как памятнику литературы семнадцатого века, который очень интересен, его можно изучать, он отражает те нравы и обычаи нашего народа, которые были там четыре сотни лет тому назад. Очень интересно. Но так как любой человек, если начнет сам вручную себе точать сапоги или, допустим, заниматься льно ткачеством, из льна делать себе рубахи, а перед этим этот лен сеять, его трепать, на станке вырабатывать ткань, то, конечно, у этого человека ничего не получится. Потому что мы, к сожалению, живем уже в двадцать первом веке. Поэтому прилагать эти древние правила к современной жизни не представляется никакой возможности. Жизнь сейчас совсем другая и люди совсем другие. Немало людей, которые хотели бы вернуться к прежним таким традициям и шьют рубахи, и твотят. Опять, шьют уже из готового. Ну, да, лен трепать сейчас уже никто сам не делает. Конечно. Поэтому вот мне нравятся такие увлечения, когда люди занимаются исторической реконструкцией. Они играют в эти вещи. В Бородино участвовали, надевали мундиры начало 19 века и перед взором честной публики разыгрывали какие-то фрагменты сражений. Ну, там были какие-то смешные ситуации. Идет с ружьем, со штуком, потом мобильный достает и кто-то звонит и это прямо показывали. Очень так симпатично. То есть, без мобильного даже уже солдат времен войны с Наполеоном он не может обходиться. Вот, это, конечно, это и невозможно, и неправильно. Потому что на этом пути, вот, кстати, наши братья, которые именуют себя протестантами, они на этом пути очень много растеряли. Якобы такая была идея вернуться в апостольские времена. Церковь очистить и вот, чтобы опять появилась апостольская община. Ничего из этого не выйдет. Одно дело дуб, которому там 10 лет. Это растение с очень мягкой корой, вот такое тоненькое, вот, на котором даже еще может не быть даже желуди. А другой дуб, который 2000 лет, он, так сказать, вот как четыре наших кресла. Если попытаться его превратить в такое тонкое деревце, он просто погиб. Собственно, и все протестантские сообщества, они и погибли, потому что они перестали плодоносить, где их святые. Они потеряли, самое главное, плоды, а плоды церкви это святость. Поэтому лучше брать из прошлого, лучше применять... Да не надо ничего брать. Все есть. Писание есть, Евхаристия есть, предание есть. Живое предание. Вот мы с тобой служим в храме, которому там 150 лет. Мы входим в тот же храм, в который некогда входили священники, наши предшественники, несколько раз входил сам патриарх Тихон. На этом же самом полу. В двух боковых пределах мы пол заменили, потому что он был уничтожен физически, а в центре осталась та же плитка. Вот по этим же плиткам ходил патриарх Тихон, и мы туда вошли. То есть церковь продолжает свою жизнь. Зачем нам вдруг время, машина времени какую-то устраивает? И что из этого выйдет? Ведь мы все равно не сможем вернуться ни к прошлой ментальности, ни к прошлым одеждам, ни к прошлой истории. У нас совершенно другой опыт. И кстати очень драгоценный. опыт мученичества нашей церкви в 20 веке. Зачем же нам это терять? Нет, мы, как апостол Павел нам заповедовал, забывая заднее, простираемся вперед. Церковь живет все время в новых условиях. Если бы сам святейший Тихон пришел бы к нам в воскресенье в наш Благовещенский храм, он бы страшно удивился. Как три литургии битком набиты, да и все причащаются. Разве сто лет назад такое было в церквах? Да нет. Нет. Даже по воскресенью. Поэтому все совершенно изменилось. И зачем это возвращаться? Знать это надо. ну хотя бы кому-то в церкви. Недаром церковная история такая богословская дисциплина. Нам это очень важно. Как это было, как люди понимали, какие от этого остались следы. Тот же домострой, он очень интересен, что поп Сильвестр там написал. ну вот как это было. Ну сейчас ну это все равно, что взять даже телеги современные их ставят на автомобильные колеса. Практично и удобно. Ну практично, а потом деревянное колесо. Его делать это целую неделю надо. Его делают из дуба, это там нужна и кузница, это очень серьезная процедура. А колесо вон пошел в любой шиномонтаж там купил, все поставил да поехал. Подкачал. Спасибо, батюшка, у нас есть вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло, добрый вечер. Добрый вечер, батюшки, это Александр из Ростова на Дону. У меня вопрос такой. По поводу молиться о самоубийствах, о самоубийствах можно молиться Келлина. Почему церковь не молится? Это получается мы становимся выше церкви. А почему выше они ниже, а может быть сбоку? Чего это вы там решили, что выше? И потом, знаете, скажу вам, не по секрету, а так во все слышали, вот американцы, они вообще кверт ногами ходят. Понимаете? Они на другом конце земного шара. Поэтому насчет выше, ниже, они американцы, они все там, до одного. И православные в том числе. Так что выше, ниже, это все как кому присниться. А почему церковь не молится? Для того, чтобы остановить людей. Потому что хуже этого греха нет. И многих это останавливает. Говорит, жизнь надоела, давно все закончил, но знаешь, что тяжкий грех. А раньше еще самоубийство на кладбище не хоронили. А для людей это всегда очень важно. Как меня похоронен, где и так далее. И это не всех, но кое-кого останавливало. Также с дуэлянтами поступали. Это такая церковная дисциплина, которая предохраняла людей церковных. А тогда были все церковные. А сейчас этого большого значения не имеет. Это поминовение больше для церковных сродников. А большинство людей, которые сейчас кончают собой, они к церкви имели такое отношение, как Карл Маркс, который в детстве, вернее, в юности был крещен, но потом отрекся и с церковью не только какие-то отношения не имел, а просто даже в борьбу идеологическую с ней вступил. У него очень небольшой был период, когда он писал даже стихи такие на божественную такую тему. Так что и современные люди там, ну, человек пьет, 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 допился и повесился. И он когда в церкви был? Ну, когда Ваську из соседнего дома отпевали, но он гроб нес, там помогал венок, а так никакого отношения ни к церкви, ни к христианству, ни к Христу это все формальные вещи. Понимаете? А сердце болит, мы любим человека, мы сочувствуем ему, поэтому мы можем сами помолиться о нем. Есть даже специальный такой чин, его работал такой замечательный церковный деятель, митрополит Вениамин Фитченков, такой подвижник благочестия середины 20 века. И вот, а о самовольне живот свой скончавших. Вот, он давал такую молитву людям, они читали там, она в виде канона, и чтобы люди утешались в течение 40 дней, читая по такому несчастному человеку. Но церковная молитва, она совершается же не только о людях, даже крещенных. Мы можем помолиться в церкви и за некрещенных с тем, чтобы они обратились ко Христу, вошли в церковную. Ну да, вот когда мы молимся у оглашанных, мы же молимся еще о пока некрещенных, но уже у веровавших. А самоубийца это разуверившийся человек? Ну, разумеется. Он вообще потерял полное доверие к Богу и, как правило, вообще о нем не думает даже. Он один на один со своим проблемой. Ему даже в голову не приходит, что можно как-то Богу помолиться. Спасибо, батюшка. У нас есть вопрос. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер. Я хотела бы узнать, вот почему мы обращаемся к Иисусу Христу, к Богородице, ко всем святым на ты? Ну, почему мы мирские люди, к мирским людям обращаемся на вы? И некоторые как вот ваше там высокоблагородие, ваше величество и прочее. Может, я это неправильно понимаю, но мне кажется, что все-таки что-то неправильно в этом. Ну, мы же грешные люди, и получается, мы ставим себя выше небес, выше Бога, выше всех святых Божьей Матери. Понятно. Может быть, вы обращали внимание, что на письме тут, допустим, Иисус Христос пишется с большой буквы. Хотя Христос это не имя, а это просто греческий перевод слова Мессия. И когда о Христе пишется Он, то пишется с большой буквы. Когда-то в древнем нашем языке было особое слово, это надо у лингвистов спросить, с которым обращались к человеку, который выше и также и к Богу. то ты, к которому мы обращаемся к Богу, у него совершенно другая краска, чем ты, когда мы обращаемся к своему внучку или кондуктору в трамвае. Понимаете? Я думаю, наверное, это вы чувствуете. Но просто на письме это не сохранилось. Может быть, вы слышали такое выражение? Мы Николай Второй. Носящий титул царя в России именовался не я, а именовался мы. Это означало не то, что он множился, а это такая форма благоговейного и почтительного отношения к сану царскому. большевики и все, кто были с ними, всякие либералы, это очень это всегда высмеивали, такую форму. Но эту форму не цари придумали. вот. И такая такой же такие же формы обращения, от этого идет ваше величество, ваше на вы. А потом это перешло и на дворянство, а потом и на всех остальных это форма вежливости, это форма общения. А так обычный простой народ никогда не называли на вы это простого люда, никогда этого не было. Всегда было ты. И даже для купцов. Это началось только уже с 19 века. Вот. А так это была такая градация кому как обращаться. Спасибо, батюшка, за ваши ответы. Нам пришло время прощаться. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо. Замечательные вопросы сегодня были. Всего вам доброго. С наступающим Новым годом. До свидания. Редактор субтитров Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова